Некоторые режиссеры любят добавлять к свои фильмы всевозможные дополнительные вкусняшки для проницательных фанатов. Многие из них обнаруживаются через несколько дней или недель после выхода фильма, но другие могут оставаться незамеченными гораздо дольше. Вот несколько очень хорошо спрятанных пасхалок, которые вы могли пропустить. Фильмы Pixar Animation могут похвастаться целой вселенной пасхалок. Грузовик Pizza Planet из первой части истории игрушек традиционно незаметно появляется в каждом фильме. Код А113 – еще одна классическая отсылка, которая продолжает появляться в фильмах студии Pixar. Это намек на номер классной комнаты Калифорнийского института искусств, где учились многие аниматоры студии. Однако некоторые другие пасхалки труднее обнаружить, распознать и даже полностью понять. Например, в истории игрушек 4 очень сильно запрятана отсылка к мультфильму студии Pixar Вперед 2020 года. Нужно сильно постараться, чтобы найти её. – Мы идем на квест! Самое интересное, что Вперед был выпущен почти через год после того, как История игрушек 4 вышла в прокат в июне 2019 года. По сюжету, Вуди, Бас Лайдер и вся банда оказываются на ярмарке. Позже, в сцене после титров, есть общий план ярмарочной площади и надувной замок с изображением Пегаса – мифического крылатого существа. Это изображение идентично тому, что нарисовано на боку фургона двух отважных братьев-эльфов в мультфильме Вперед. Конечно, зрители не могли установить эту связь раньше, чем через год после выхода Истории игрушек. Причудливые сверхъестественные явления всегда присутствуют в фильмах Марвел, а фильм 2016 года Доктор Срендж полностью это подтверждает. Бенедикт Кампербетч играет главного героя – чрезвычайно успешного хирурга, который попадает в мир магии, колдовства и чувствительных плащей-накидок. В этом умопомрачительном фильме есть другое измерение, скрывающееся за приземленной реальностью повседневной жизни. Кроме того, кульминация фильма включает в себя ужасную временную петлю. Подобный сюжет присутствует в классической комедии 1993 года День сурка, в которой Билл Мюррей играет метеоролога-нарцисса, попавшего в суровую петлю, где 2 февраля повторяется снова и снова, пока герой не изменится в лучшую сторону. – Ты никогда не имеешь де-жа-ву, миссис Ланкестер? – Я не думаю, но я смогу проверить с кухней. Фундаментальная философия – не единственное, что связывает в остальном не связанные друг с другом фильмы. В Докторе Стрэнджа есть одна пасхалка, которая отсылает к Дню сурка. 2 февраля 2018 года, в настоящий День сурка, пользователь Twitter Тим Дилайден отметил, что автомобильная авария, которая заставляет Доктора Стрэнджа отправиться в новое приключение, происходит 2 февраля. Когда мы ставим фильм на паузу, дата отображается на часах персонажа. Режиссер Доктора Стрэнджа Скотт Дерриксон поздравил зрителя с открытием. Он написал в Твиттере, «Я ждал два года, пока кто-нибудь это заметит» До того, как фильмы о супергероях стали стандартом после киновселенной Марвел, режиссер Сэм Рэйми в 2000-х годах разжег интерес к фильмам, снятым по комиксам, своей трилогией о Человеке-пауке. Первая часть Человек-паук 2002 года повествует о том, как подросток-ботаник и фотограф Питер Паркер с трудом приспосабливается к школе. Все меняется во время экскурсии, когда его укусил радиоактивный паук. Герой быстро развивает сверхчеловеческие способности и усердно учится, а вместе с великой силой приходит и великая ответственность. В фильме Человек-паук 3 2007 года Питер живет двойной жизнью и испытывает давление от своего супергеройства. Вдобавок ко всему, ему приходится иметь дело с инопланетным симбиотом, который наделил его великой силой и полностью изменил танцевальные навыки, которыми он обладал раньше. Но посреди всего разворачивающегося действия в фильме есть крошечная пасхалка, которая восходит к началу трилогии. На правой руке Питера крупным планом показывается отчетливый шрам – верный признак укуса паука, или в данном случае укуса радиоактивного паука. Хотя, учитывая, насколько плохо выглядела рука Питера в первом фильме, такой шрам вообще не должен расстраивать. Это была неожиданность, прогремевшая на весь мир, и, возможно, самая потрясающая открытая развязка с тех пор, как Люк Скайуокер узнал, что Дарт Вейдер – его отец, в конце фильма Империя наносит ответный удар. В Мстителях Война Бесконечности внеземной злодей Танос собирает все могущественные камни бесконечности со всей Вселенной и использует их для того, чтобы убить, или, точнее, стереть с лица Вселенной половину всех живых существ. В своё время это означало душераздирающий конец для Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Черной Пантеры, Зимнего Солдата, Алой Ведьмы и большинства Стражей Галактики. И пускай смерти на экране были шокирующими и трагичными, немногие фанаты Мстителей были уверены в том, что все эти культовые герои останутся мертвыми на длительное время. И, действительно, большинство смертей было отменено в Мстителях Финал, но Marvel ещё не была готова раскрыть все свои карты. Логотип Marvel Studios, который показывается в начале каждого фильма киновселенной Marvel и который содержит изображение многочисленных персонажей, был изменен для Мстителей Финал – все герои, погибшие от рук Таноса в Войне бесконечности, были удалены. Логотип пролетел на киноэкранах так быстро, что зрители не замечали этого до тех пор, пока Финал не появился в широком доступе, и фанаты не получили возможность изучить каждый кадр. Фильмы, телесериалы и видеоигры, предназначенные для детей, десятилетиями использовались в качестве стартовой площадки для продажи игрушек и мерчендайзинга, и Человек-паук – не исключение. На самом деле, задолго до того, как киновселенная Marvel захватила кинотеатры по всему миру, появлялись всевозможные продукты, не относящиеся к комиксам, и некоторые из них были заведомо плохие. Показательный пример – фруктовое мороженое Человека-паука с глазами из жевательной резинки. Но разочарования плюс время часто равняются ностальгии. Когда в 2019 году вышел Человек-паук через вселенные, он вобрал в себя воспоминания Паука о прошедших десятилетиях. Некоторые из этих отсылок были довольно очевидными, а вот другие можно и не заметить. Одна из пасхалок появилась только на одном кадре, поэтому её легко было пропустить. После того, как для версии Питера Паркера перечисляются некоторые из его товаров, он произносит забавную фразу о том, что фруктовое мороженое – так себе. Затем фигурирует кадр, на котором его ударяет Доктор Ок. Тем не менее, в этом сюжете есть ещё один кадр, где, благодаря хватке Доктора Ока, лицо паука становится очень похожим на одно из тех печально известных угощений. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про самые интересные пасхалки, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!